Всем привет! С вами Элис, и это долгожданная четвертая посылка из Франции, которую, я уверена, вы совсем не ожидали увидеть. Если вы еще чудом не посмотрели предыдущие три части посылок, то обязательно это делайте. Вы многое теряете. Ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал, мои социальные сети, ставьте лайк под этим видео и не забывайте активировать колокольчик. Наконец-то у меня появился нормальный резак, поэтому я готова вскрыть ее. Надеюсь, вы тоже уже запаслись своим попкорном или же чем-нибудь очень сладеньким. Кстати, эта посылка пришла от той же девушки, которую зовут Алиса, как и меня, но она пришла с опозданием. Та-дам! И кукла уже находится наверху, поэтому я резала безумно аккуратно, чтобы не затеть коробки всех куколок, находящихся здесь. И это снова огромная куча кукол! Кстати, вы заметили новый фон? По-моему, очень даже неплохо. А еще это большое розовое сердечко символизирует мою любовь к вам. Короче, хватит нам болтовни, давайте уже смотреть, какие куклы здесь есть. Начнем мы, пожалуй, с самой дальней, и вы ее видите первой. Но я уже по заднику могу определить, что это Дракулаура из коллекции Picture Day. Все куклы в этой посылке будут европейской версией, а не американской. Собственно, я их заказала из Европы. В этом видео вы увидите очень много кукол, которые у меня уже есть в коллекции в открытом виде. Не удивляйтесь, эти куклы не для меня, а для вас, для магазина billewix.com, ссылку на которую я тоже оставлю в описании. Фух, жарко здесь, ребята. Хм, вы уже догадались, кто это? Это Джи Джи Грант из коллекции Scar Master. И почему я, собственно, на нее засмотрелась? Потому что у нее очень-очень хорошая печать глаз, даже несмотря на ее европейский выпуск. Она очень даже хороша собой. Сегодня прям очень много раритетных кукол, и если вы заметили по предыдущим посылкам, там тоже было очень много стареньких, поэтому я безумно рада их увидеть. Кто сюда приходит? И мы продолжаем смотреть куколок в этой посылке. Следующая куколка тоже из коллекции Новый Семестр. Это Твайла. Кстати, ее у меня еще нет в коллекции в открытом виде, но она лежит у меня в коробочке. Я удивлена, с какими идеальнейшими глазами куклы приходят в этой посылке. Да и в прошлых тоже. То есть Алиса, знаете, такой трепетный коллекционер, который очень заботится о куклах. Об одежде, о печати глаз. Короче говоря, обо всем. У нее все приходит в таком состоянии, что вот честно вам скажу, даже у меня, при том, что я сильно парюсь насчет глаз, у нее еще круче. Мне это не укладывается в голове, какой я лох. Вообще, короче, шок-контент. Так, вы слышите это? Все, мне пора озвучивать какие-нибудь фильмы, и я идеально подойду на эту роль. И следующая кукла. Да-да-да, у нас уже есть скелита, а теперь появилась из Дракулаура, из этой коллекции. Эта серия вполне обычная, но стала уже эксклюзивной из-за того, что ее очень тяжело найти. Даже в Европе, пойдешь в магазин, ничего там не будет. Уж поверьте, это проверено. И еще есть одна кукла из коллекции Art Class. Это Робика. Я это специально сказала, если что. Это Робека Стим. Кто понял, пишите в комментарии шутку. В общем, Робека Стим из этой коллекции такая же красотка, но у нее, я могу заметить, чуть-чуть косит левый глаз. Ну, не все парятся, как я, насчет глаз, печати и тому подобное. Поэтому я уверена, что найдется счастливчик, который получит эту советную куколку мечтал. Открыла и увидела кучу кукол. Я не знаю, сколько времени понадобится, чтобы это еще раскрыть, но я надеюсь, что вы досмотрите это видео до конца. Так, следующее. Это Скелита Калаверос из коллекции Скориш. Это одна из кукол, с чего началось мое коллекционирование кукол монстров. Вы очень часто интересовались, какая кукла была первой. Это Скелита Скориш, это Дженнафер Лонг Скориш и пятерный пэк Скол Шорс. Мы долго думали насчет того, какие кукол приобрести в первую же очередь. Так получилось, что мы купили сразу семь. Я долго приводила родителей к тому, что это не монстры, это нормальные куклы. Не надо сильно париться насчет этого. Также рядом со Скелитой еще лежит Клодин Вольф из коллекции Скориш. Мне очень нравится, что в эту серию положили еще и чемоданчики. Вместе с ними они выглядят более интересными. Секундочку, ностальги, вспомните эту детализацию, эти подставочки, которые прилагались абсолютно в каждый набор. Потом еще дневнички, которые я, правда, не разу не открывала, мне кажется. Нет, все-таки открывала один раз, и то пролистала. Я в шоке! Здесь намного больше кукол, чем приходило еще в той посылке. Поэтому я буду с вами очень лаконично сейчас. Ривер Стикс из коллекции Хаунтед. Призрачный или же Пьяненный Призрак. Здесь очень много переводов, но стандартно их называют призрачным. Кстати, по-французски коллекции читаются как Анте. Санте. Здоровье. А следующая кукла это Элизабет из коллекции Фрайтс Кэмэрэ Экшн. Страх, камера, мотор. У нее, как и обычно, челка влетает во все стороны. А следующий наборчик это Крейт и Монстер, дополнительный. Я была безумно разочарована, когда поняла, что там нет тела. Зачем вы это выпустили? Камон, а? Дальше пошли бюджетки. Но не переключайтесь, потому что это безумно круто. Итак, ой, у меня там что-то упало. Коллекционная кукла Коррифура. Это продуктовая во Франции и в других странах европейских. Эбби Буменейбл из коллекции Кофин Би. У нее нет, конечно же, подставки. Зато есть безумно классный Милкшейк. Ну или что это у нее такое? Латте? Ну в общем, какой-то напиток. Из коллекции Фрейдс Кэмре Экшн здесь есть еще и Клео Даниил. Который у меня нет в своей коллекции в открытом виде. Ну это так, на заметочку. Следующая кукла это Венера Макс Лайтрап. У меня опять все падает. Венера Макс Лайтрап из коллекции Голл Спирит. Дальше из коллекции Фрейдс Кэмре Экшн здесь есть еще и Дракулаура. Эта Дракулаура мне очень напоминает Улу из коллекции Арт Класс с лицом. Они прям очень похожи. Такое ощущение, что это один и тот же молд. Ух, сегодня прям очень много Фрейдс Кэмре Экшн. Следующая это Клодин Вульф из этой же коллекции. И напоминаю, что все куклы европейской версии, а не американские. Тем не менее, они очень даже хорошие и не особо отличаются от американских. Дальше. Кукла из коллекции Крипотерия. Это Клео Даниил. Когда они только у меня появились, я безумно хотела снять у них обзор на всю коллекцию. Но почему-то у меня не срослось. Но, как вы поняли, обзор на моем канале так и не вышел. А следующее это Дракулаура из коллекции Гул Рул. Ох, надо же, вот это у меня английский. Я только сейчас поняла, насколько я стара, потому что мультфильм Гул Рул выпускался в 2012 году. А дальше есть еще одна кукла из коллекции Гул Рул, или же Хэллоуин. Это Фрэнкиштейн. В любой игрушечный магазин, куда ты не зайдешь, только ты увидишь там по-любому Фрэнкиштейн из коллекции Хэллоуин и Фрэнкиштейн из коллекции Скориш. И это Дракулаура из коллекции Скориш. Что-то сегодня очень много этой серии, но я думаю, это к лучшему. Это настолько старая коллекция, что уже даже очень приятно получать. Какую куклу неприятно получать? Пожалуйста, скажите мне. В этой посылке я вижу что-то очень большое и что-то очень-очень-очень-очень маленькое. И это базовая Клео Даниил, но перевыпуск. Да, к сожалению. Обратите внимание, что куклы не упакованы в баблы. Обычно, когда присылают из Европы и из любой страны, никто не запаковывает в баблы. Это только лишний вес. А куклы, как вы видите, приходят в хорошем состоянии и ничего с ними не портится. И, конечно, большая коробка, которую я просто обязана вам показать. Это Дракулаура из коллекции Sweet 1600. На нее я тоже снимала распаковку вместе с Клодином, но не задалось. Я так и не смонтировала ее. Молодец. Посылка пуста. Ставь лайк, подписывайся на канал и мои социальные сети. И не забывай активировать колокольчик, если тебе понравилось это видео. А также напиши в комментарии, понравилось ли тебе это видео. И есть ли у тебя какая-нибудь кукла, которая находится за моей спиной. Не забывайте смотреть сайт belimix.com, где вы сможете приобрести этих кукол. И до новых встреч в новых видео. Be cool and crazy. Пока-пока. Всем привет, с вами я, Алиса, с канала Belivix. Наверняка вам известно, что после восьмилетней истории и развития компания Motel тихо прекратила линию кукол Monster High и Ever After. Этому есть несколько объяснений. Это и финансовый кризис компании Motel, и экономия на качестве, и неудачный перезапуск бренда. Однако все надеялись на возвращение любимых кукол. И не зря. В 2020 году первые семена возрождения были посеяны коллекционным выпуском премиальных кукол.